Ух, это, наверное, самый крутой фон за всю историю моего ведения канала на ютюбе. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео. И да, это опять переписка. Пожалуйста, критику в комментариях по поводу моего фона. Я поменяла неоновую подсветку, немножечко преобразила мою комнату. Мне доставили красивый туалетный столик. Кстати, на моем канале еще ни разу не было рум-туров. Если же вы хотите видеть рум-тур, чтобы я вам показала вообще каждый ящичек в моей комнате, все до мельчайших деталей обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Но это видео будет посвящено переписке, и эта переписка будет с учителем. Да-да, с моим настоящим учителем. Вы мне опять начали кидать в директ в инстаграме какой-то странный профиль, а-ля моей учительницы по биологии, которая, как я поняла, может вывести опять же меня на чистую воду. Не зря же был создан аккаунт. Если вы никогда не смотрели переписки на моем канале, то добро пожаловать, потому что подписавшись на мой канал, да-да, обязательно подписывайся, ты сможешь увидеть не только веселые переписки, но и офигенные разговорные видео, подвижные ролики, челленджи, пранки и многое-многое другое. Я Карина Аракелян. Приятно познакомиться. Это переписка. Присаживайся поудобнее, запасайся печеньками, вкусным чаем. Почему я раньше не снимала видео вот именно вот так? Я знаю, что вы очень любите этот фон. Разгадать слово из этой неоновой подсветки смогут только русские. Это шутка, если что. В общем, ставьте лайки обязательно, потому что если вам нравится эта рубрика и лайков будет много, то переписки я буду снимать чаще. Настроение у меня просто потрясающее. Я настроена сегодня разоблачить эту учительницу по биологии и искренне надеюсь, что она мне ответит сегодня на сообщение. Видео как раз-таки будет отчасти на школьную тематику, потому что начался учебный год. Естественно, не все мои подписчики были этому рады, да, и это я делаю выводы, исходя из запросов у меня в Инстаграме. Кстати, если вы до сих пор не подписаны на мой Инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Туда я выкладываю просто все, чего вы только не пожелаете. И скоро там будет конкурс на огромное количество канцелярий. Ну а я желаю вам, наконец-то, приятного просмотра. Переписка с учителем. С учителем. Мы можем начинать. Поехали. Ну что же, вот так выглядит наш прекрасный аккаунт. Видимо, фотографии были 100% взяты из интернета, потому что где-то я их видела. Девушка или женщина реально похожи на учительницу. И как подписан аккаунт. Училка Карина Аракелян. Вела урок биологии в школе Аракелян. Знаю всю ее жизнь и секретные тайны. Вызывала ее родителей в школу. Вот такое вот чудесное описание, да, можно сказать, что уже как бы все понятно. Раз она вызывала родителей в школу. А, кстати, моих родителей за всю историю учебы ни разу не вызывали в школу. Маму вызывали. Но это же не родители. По отдельности вызывали, так уж и быть, признаюсь. Под фотографиями написан какой-то бред. Только посмотрите, какую красавицу я учила в школе. Мне так повезло видеть ее каждый день. Поэтому я знаю о нем много нового. Именно о нем, не о ней. Чем могу и поделиться с вами. Так, тут фотографии без подписи, без подписи. Горжусь своими учениками. По скрипту. Если хочешь, могу рассказать о ней немного больше, чем ты знаешь. Еще какая-то фотография. Слушайте, ну реально, такая внешность, как учительница. Но не по биологии, а по истории, ребят. Вот у вас бывает такое, что вы смотрите на человека, и он вам кого-то напоминает. Либо какую-то профессию, либо какую-то актрису, там, певца. Вот я, смотря вот на эту, допустим, фотографию, могу сказать, что это учительница по истории. Я не знаю почему. А кого вам напоминает эта девушка? Напишите ниже в комментариях. Я уверена, что за этим аккаунтом скрывается явно не эта красотка. Дальше, следующая фотография. Новый год в прошлом году. Четыре часа назад. Так, тут какая-то другая фотка. И вот. Самая первая фотография с какими-то хэштегами. Вы мне все начали кидать. Я не люблю обращать внимание на аккаунты, которые такие прям достаточно популярные. Потому что именно такие не особо популярные аккаунты всегда могут писать какой-то бред. И к тому же отвечают часто. Вот в этом я убедилась в очередной раз, снимая то видео, когда переписывалась с хакером. Итак, давайте же напишем наши училки. Я предупреждаю заранее, что я пишу не со своего аккаунта, а с вообще левого. Чтобы, написав этому аккаунту, эта училка или тот или иной человек, скрывающийся за аккаунтом, не понял, что пишу я. И чтобы у него не была какая-то то ли бурная реакция, то ли что. Потому что я люблю признаваться в самом конце. Говоря, что вот, да, я Карина. Та самая девушка, о которой вы исписали весь аккаунт. В общем-то, давайте посмотрим, ответят нам или не ответят. Напишем, привет, будем сегодня мы с вами в роли девочки, которая не вежа, не знает, как правильно общаться со взрослыми людьми, и к тому же не культурная. Давайте представимся так. Привет, написала я училки. Я Настя. А еще... Нифиг... Офигеть, ребят, тут же прочитаны сообщения, тут же. Капец, я говорю вам, я вообще всегда говорила, что у меня интуиция хорошая. Вот я чувствую, какому аккаунту нужно писать, а какому нет. Бывает, я пишу заранее, чтобы как бы убедиться. И так, мне уже ответили. Привет, приятно познакомиться, Настя. Знаете, что мне в голову пришло? Мне вообще сейчас показалось, что я переписываюсь с каким-то ботом. А не может быть так вообще? Привет, приятно познакомиться, Настя. Какие-то вопросы? Кстати, есть, по-моему, боты в Инстаграме? Нет? Я просто не помню, не знаю, как вообще такое может быть, что я так быстро получила ответ. Какие-то вопросы? Нет, просто я тоже. Раньше училась с Кариной, но была в другом классе. И я вас в школе не видела. Вот так вот мы и напишем. И сейчас, я надеюсь, этот человек будет мне отвечать что-то наподобие «Да ты не видела!» Или ты училась в другую смену, или там еще что-то не то. О, я учила ее! Да-да, было дело. Такая проказница она была. Честно говоря, очень прокатная. До сих пор трясет от нее. Возможно, эта училка хотела написать «противная». Но, в общем, не важно. Так круто, что ты меня видела. Я говорю «не видела». В смысле, она пишет, что я ее видела, хотя я не видела. Да ладно тебе! Забыла ты уже! Господи, как можно забыть? Вот я, честно, ребят, помню каждого учителя, который меня учил. По имени, естественно, некоторых забыла, но всех учителей я помню. Как они выглядели, как они разговаривали, даже как от них пахло. Да-да. «Мы ведь были в одной школе! Я учитель, а ты ученица! Как тебе, Карина, по общению была?» Слушай, господи, мы не общались. Поэтому я хочу узнать у тебя. Мы же невежливые, мы не должны писать у вас. Расскажите мне, какая она вообще? Потому что я, а-ля, хотела с ней познакомиться, но она ни с кем не общалась. Да это и к лучшему, что не общались. Она моей дочери психику сломала. Я ей мечтаю отомстить. Блин, ребят, можно я всегда буду снимать переписки? Мне чисто нужно создать отдельный канал переписки, так и назвать. С фейками Карина Аркелян. Ребят, вот такие смешные, я просто не представляю. Как можно вот такой вот бред, как может вообще прийти такое в голову? Типа, она моей дочери психику сломала. Я ей мечтаю отомстить. Как человек может сломать психику? Если только подсадить его, да, на какие-то вредные вещества, или же сам по себе человек супер невоспитанный, какой-то грубый, а другой человек воспитанный. Они как-то вместе общаются, естественно, их характеры немного становятся похожими. Потому что она всегда была самая злая в классе. Один раз в рюкзак одноклассница своей кинула тараканов. Я это видела. Как можно кинуть тараканов? Боже мой, ладно. Ты мне не веришь? А вот у меня даже есть переписка с ее родителями. Короче, полная жесть. Хорошо, ты с ней не общалась. Вау. А вы можете мне рассказать? Ой, ребят, я написала нечаянно можете. Мы же с ней типа на ты. Ай, ладно, я просто по привычке. У меня, кстати, вот такая проблема всегда. Даже если человек моего возраста, он выглядит старше меня, я иногда реально могу разговаривать с ним на вы. И я помню, ко мне даже некоторые мои подписчицы подходили такие, а можно с вами сфотографироваться? Я такая оборачиваюсь с кем с вами. Что со мной на вы? Реально были такие моменты, и вы не представляете, как мне неловко, ребят. Если вы меня где-то увидели, пожалуйста, подходите со мной и разговаривайте на ты, потому что, ну, я вроде не такая старая, чтобы мне говорить вы. Я понимаю, что это вежливость, но меня это задевает, потому что... Неужели я такая взрослая? Чтобы со мной разговаривать на вы? Что рассказать еще? Я о ней вспоминать даже не хочу. Но тебе могу рассказать что угодно. В общем, у меня план мести к ней. Какой? Как вы не хотите вспоминать, я дико извиняюсь, если вы создали о ней аккаунт? В чем логика? Напишу на ты. И куча вопросительных знаков, чтобы не спалиться. Хотя, мне кажется, некоторые фейки по моей манере общения, смотря мои переписки, так понимаю, да, как я комментирую, что я пишу. Вот эти вот словечки а-ля вау, ого, круто. Я пишу, когда мне тупо нечего ответить, или же я хочу продолжить диалог каким-то интересным вопросом. Поэтому я такое пишу, и некоторые фейки, мне кажется, об этом уже догадываются. Хочу ее подловить как-нибудь на улице. Я знаю, где она живет. Даже если хочешь, можем вместе. Я собираю команду. Говорю же, собираю команду, чтобы отомстить всем вместе ей. Она сломала моей дочери психику. Ничего себе. А как сломала? Что? Закрыла ее в подвале на два дня? Ее счастье, что я не вызвала полицию после этого? Боже мой, ребята, какая у вас фантазия! Как можно такое писать? Я закрыла кого-то в подвале на два дня, и родная мама, то есть это учительница дочки, с которой я общалась, не вызвала полицию после этого. Да господи, я бы этого человека пришибла, если бы он мою дочь закрыл на два дня в подвале. В чем логика? Ну тут вообще как бы ничего не сходится. Она до сих пор ходит, дрожит, моя Сонечка. Закрыла ее в школьном подвале. У нас в школе не было подвала. Ну это если вспоминать мою школу, да? У нас реально не было подвала. Или был? Погодите, я уже забыла, как моя школа. Нет, подвала у нас не было. Какая жестокость все-таки в Карине была. А моей дочери всего 12 было. Да там потайной был. Не все о нем знают. А, крутая отговорка! Вы ученики не знаете о том, что там был подвал. Ничего, что как бы... А как тогда Карина узнала? Ребят, я поражаюсь. Ну и приколы у вас, конечно. И такие эмоции... Давайте мы какие-нибудь эмоции пришлем. Давно их у меня не было. Вот такие вот, вот такие вот, вот такие вот улыбочки. Чтобы поставить нашу учительницу в неловкое положение. Чтобы она поняла. Как тогда Карина узнала, что есть подвал? На самом деле, ребят, я терпеть не могу. Вот такие вот аккаунты. Я вам буду продолжать говорить об этом в каждом видео. Но знаете, если вам нравятся такие рубрики, я буду их снимать. Но я очень надеюсь, что наконец-то мне скоро поставят галочку в Инстаграме. Потому что фейков настолько много, что на одном из фейковых аккаунтов... ...уже больше 100 тысяч подписчиков. Да, чтобы вы понимали просто. Она все знает. У нее, видимо, отец директор школы. Но это не точно. Но я догадываюсь. И так думаю. Фамилии, конечно, разные. Но это просто прикрытие. В общем, в полиции все должны будут узнать. Ты ведь будешь со мной мстить? О, боже, все, ребят. Я заканчиваю видео. Что за... Вообще, что за бред? Я каждый раз удивляюсь, поражаюсь такому бреду, который пишут. Надо будет нам с тобой встретиться. Так у меня аккаунт без фотографий. Как так? Откуда вы меня знаете? Напишу вот так. Она еще выше написала. Она живет в Подмосковье, рядом с лесом. Там мы с тобой встретимся. Так, ну, во-первых, я живу не в Подмосковье, не рядом с лесом. И с кем собирается встречаться этот аккаунт? Если с того аккаунта, с которого я пишу... Во-первых, он закрыт. Во-вторых, там нет фотографий. В чем прикол? То, что тебя зовут прекрасным именем Настя, уже мне достаточно информации. Мы познакомимся. Ну, мне всего 13 лет. А вы выглядите на 25. И в школе я вас не видела. Вдруг вы какой-то маньяк. И куча всяких эмодзи рандомных, которые вот у меня часто используемые. Чтобы точно не спалили, потому что так много эмодзи я отправляю очень редко в видео на тему переписки. Я, конечно, поражаюсь с таких аккаунтов. Он продолжает печатать. Мне интересно, куда нас там дальше позовут, в какой лес, куда ходить. Может быть, по дрова, по грибы, по ягоды, я не знаю. Но это, мне кажется, вообще какой-то маньяк. Меня просто это начинает настораживать, раз имя Насти этому аккаунту уже достаточно. И этот прекрасный человек, который скрывается, уже зовется, он и встретится. Хотя фоток ноль. Мне 26. Почти угадала, зайка. Какой еще маньяк? И такой эмодзи. Блин, ребят, мне уже страшно становится. Говорю же, я злая на Карину. Она сломала моей дочери психику. За это нужно отомстить, и я буду мстить. А если я напишу заявление в полицию? Так, попробуем запугать. Если же это взрослая действительно девушка, женщина, и она прикалывается, то она поймет, что никакого заявления не будет. А если сейчас какая-то реакция будет а-ля детская, типа, не надо, пожалуйста, то мы поймем уже примерно, какого возраста тот самый человек, с которым мы сейчас переписываемся. Нам нужно будет с тобой встретиться и напасть на нее, связать ее и сделать ей допрос. Ты чего такая злая? Я ведь по-доброму тебе предлагаю со мной вместе осуществить план. Нифига себе, нормально она мысли формулирует, я вам скажу. Тут, мне кажется, уже не ребенок, а девушка или парень лет, ну, 16-15. Не знаю, посмотрим. Я не хочу. Я добрая. А вы злая. А ты злая. Так напишем. Или ты повторяешь за Кариной, хочешь быть такой же злой. Если добрая, помогай мне. Эм, это что за вообще такие, за наезды, я дико извиняюсь. И смайлики. Нет, расскажите мне еще о ней. Может, я вам и помогу. Мне интересно просто, что эта учительница еще может сказать такого интересного. Про мою учебу. Как она знала биологию, раз она учительница по биологии. Ладно, расскажу еще немного о том, за что же ей нужно мстить. Ладно, ребят, поехали. В общем, один раз у моей коллеги, учительницы по истории, пропал розовый кошелек. А, ну все, понятно, тут можно даже не продолжать. То я ее дочери психику сломала, то тут резко она перепрыгнула на то, что я еще в школе воровала у учителей розовые кошельки. Прекрасно прям. Причем ни с того, ни с сего именно цвет розовый, по совпадению, как моя футболка. И когда я вызвала к доске Карину, у нее в кармане был этот розовый кошелек. Я не стала ничего говорить, простила ей эту уловку. Да, и полицию она не вызывала. Когда я ее дочь морила голодом, закрыв подвали в школьном, который, кстати, неизвестен никому якобы, кроме меня. Потому что, как мы выяснили, у меня папа директор школы, но с другой фамилией. Ну и к тому же она не стала обращать внимание толком на то, что увидела этот самый розовый кошелек. А то, что мог быть точно такой же, это никого не смущает. Но в любом случае, эта ситуация неправдивая. Я вообще пользуюсь только электронной оплатой. У меня вообще с 14 лет нету наличных денег с собой никогда. По биологии у нее было 3, но знала она, конечно же, на 2. Я ее всегда жалела в школьные годы, а было зря. А как давно вы виделись? Она вроде не была злая, но в школе о ней ходило много слухов. Блин, мне так интересно, почему-то именно с этим аккаунтом переписываться. Ну вот год назад где-то, правда, все это время сижу и думаю о месте. А может быть, не будем, а я вам 5 тысяч заплачу. Так, вот сейчас посмотрим. Я очень люблю писать что-то касаемо денег фейком, потому что если речь идет о деньгах, все. Все сразу, да ладно, конечно, переводи, вот столько-то, вот столько-то я скину, я скину. Посмотрим, посмотрим, что мне ответит училка. Блин, я знаете, что вспомнила? Я вспомнила, как я хотела в шестом классе. Нет, не в шестом, погодите. Нет, в начальной школе это было. Классе в четвертом я хотела, короче, дать взятку своей учительнице. Хотела ей, по-моему, дать тысячу рублей. Для меня это были большие прям супер деньги. Я думала, что она мне поднимет оценку в четверти на бал выше. Но я так и не дала ей взятку. Ну, прикиньте, да, какие мысли. Я ни разу никому взятку не давала, но я реально думала. Я накопила тысячу рублей, я думала, если я ее дам учительнице, типа, как она отреагирует? Вызовет моих родителей в школу или все-таки возьмет этот косарь? У ребенка. Естественно, она бы не взяла. Ну, блин, это такая ситуация, капец, я вспомнила. Так, мне тут написали. Ха-ха, еще чего. Никакие деньги не доставят мне такого удовольствия, как сладкая месть. Хотя заплатить ты еще можешь. Но я могу мстить. Особенно будет интересно это с Кариной проделать. Ладно, давайте ей уже записываем видосик. Это мой штатив, здравствуйте. Это я, дорогушечка моя. Ну, вот, можешь мне, в принципе, прямо сейчас мстить. И, пожалуйста, скажи свой возраст, где ты живешь. Потому что мне тоже интересно подъехать туда, где ты находишься, и с тобой лично пообщаться. Блин, это не прозвучало, как угроза? Ой. Нет, я на самом деле без намека там кого-то обидеть, что-то не так записать. Просто так немножечко запугала. Потому что, ну, этот человек реально фейковому аккаунту пишет, что давай увидимся, все, давай встретимся. Типа, отомстим этой Карине, она живет в Московской области. Хотя, в какой Московской области она живет, и кто скрывается за этим аккаунтом, вот это непонятно. Что ж ты молчаливая такая, первая завела диалог. Ну да, и отправлю ей много скобочек. И уже она, я думаю, или он, я не знаю, кто скрывается за этим аккаунтом, понял, да, что как бы это я. Видос открыт, как вы видите. Ну и сейчас посмотрим, что мне ответит эта училка. Напугается она или не напугается вообще, чем это закончится, и какое будет продолжение у этой прекраснейшей истории. О боже, стоп, не может быть. Ну, в принципе, ребят, как и всегда, любая реакция какого-либо фейкового аккаунта. О боже, или господи, или офигеть, или как так? Меня зовут Ксюша, я из Саратова вообще. А зачем так обманывать? Ну, тут понятно. А лет-то тебе сколько? Понятно, да, конечно, что это моя подписчица, но, ребят, таким образом, все-таки не нужно заманивать из каких-то странных аккаунтов. Тем более, когда вам пишу не я со своего официального, да, а какой-то вообще, ну, левый аккаунт. Причем всегда я пишу с разных аккаунтов, с какими-то фотками, с какими-то разными никами. Это не может быть один аккаунт тупо без фотографий. Так что, ребят, будьте, пожалуйста, аккуратными, потому что, когда вы создаете такие аккаунты, вам могут еще писать даже какие-то маньяки или люди, которые специально ищут тех, которые пытаются меня разыграть. Мне 14 лет. Блин, ребят, я немного не угадала. Я думала, что, судя по тому, как эта девочка, вот сейчас мы уже узнали, формулирует мысли, было понятно, ну, лет 16-17 вот по тому сообщению. Извини еще раз. Ладно, удали аккаунт. И все, ребят, мы выходим. И, в принципе, я немножечко поговорю с вами на эту тему. Я попереписываюсь с девочкой, потому что это как-никак моя подписчица, но так делать, ребят, все-таки не нужно. Это вообще создавать вот эти вот все фейковые аккаунты, потому что изначально у меня вот эта вот вся история со съемками подобных видео началась с того, что, ну, были какие-то, да, просто ржачные фейковые аккаунты. И я им писала, сейчас их, ребят, больше 5-10-15 тысяч в Инстаграме. На моих друзей постоянно подписываются какие-то фейки. И сейчас обращение лично к вам, ребята, у которых есть какой-либо фейковый аккаунт. Там не только меня, но и каких-то моих родственников, учителей, опять же, да, что-то такое. Пожалуйста, ребят, давайте уже потихонечку прекращать, потому что скоро мой контент будет выше, круче, интереснее. Я не хочу, чтобы в интернете оставалось так много фейковых аккаунтов. Вот, и все-таки давайте угорать вместе с вами над теми, кто действительно считает нормальным там как-то грубить, хамить, писать какой-то бред. И не будем создавать так много аккаунтов. Спасибо вам большое за понимание. Ну, а с вами была Карина. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Также напоминаю вам о моем инстаграме. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, потому что там очень много всего интересного. Крутые фотографии, крутые конкурсы, крутые истории. Я всегда надеюсь на вашу активность и на ваше понимание. Это была переписка с учительницей. Пишите ниже в комментариях, с кем вы еще хотите видеть переписки, потому что аккаунтов безумно много на самые разные темы. Ищите аккаунты, кидайте мне их директ в инстаграме. Посмотрим, кому я напишу в следующий раз. Ну, а с вами была Карина. Всем пока-пока. До скорых встреч, мои любимые.